Привет! В этом видео я покажу, как залить на Rage.mp сервер ваши изменения, то есть YMAM файлы, какие-то изменения на карте или может быть интерьер, экстерьер и так далее. Проверять мы будем именно на версии Rage 1.1 и выше, потому что это последняя версия, потому что именно там у людей возникает больше всего проблем. Итак, чтобы скачать сервер, я думаю вы знаете, нужно перейти на Rage.mp, нажать и Download Server Files. Таким образом вы качаете серверный файл, у вас качается updater.exe, вы дважды на него кликаете и у вас он докачивает остальные файлы. Затем заходите в Server Files, качаете Rage, открываете дважды этот экзешник и у вас докачаются вот эти файлы. Все, сервер готов. Теперь перейдем непосредственно к делу, открываем кодбокер, чтобы сделать какие-то изменения, зайдем их на сервер. Сразу говорю про кодбокер, что качайте кодбокер с правильного места. То есть можете перейти ко мне в полезные материалы, в дискорд канал и дойти до ссылки дискорд канала кодбокера, присоединиться и скачать последнюю ссылку, потому что это последний на сейчас кодбокер. Тот, который лежит на сайте GTA 5 Mods, он очень старый, у вас возникнет с ним много проблем реально. Также, пока у нас все открывается, говорю, что это туториал именно про то, как залить маппинг на Rage MP. Всякие банальные очевидные вещи я буду пропускать. Например, управление кодбокером, у меня поэтому отдельное видео, я об этом говорить не буду. Также у вас обязательно должны быть включены галочки Enable Mods и Enable DLC, напоминаю. Итак, давайте сделаем какое-то простое изменение, которое мы проверим на сервере. Допустим, вот на этом перекрестке что-нибудь сделаем. Откроем проект. Новый YMAP файл. И создадим парочку объектов. Допустим, это будет яйцо, чтобы мы точно поняли, что до нас этого тут не было. Заспавним несколько яиц. Если вы хотите перейти куда-то, где можно посмотреть все объекты, которые можно спавнить, можете взять ссылку. Потом скопировать ее. И вот тут посмотреть. Тут почти все пропы. То есть, вот я открыл, что там, не знаю, возьму ящик какой-то, да, название ящика. Я просто показываю вам, что не то, что вы на спавнили яйца, а что-то, что, допустим, красивое, а не как у меня. Вот, допустим, мы закончили, да, то есть, вот, наша цель была. Что мы делаем теперь? Обязательно переходим в YMAP, Calculate Extents, это, по сути, посчитать координаты, ну, по сути. Потом Calculate All Flags, и теперь это надо сохранить. Давайте создадим отдельную папку на рабочем столе, назовем ее Preach Tutorial, допустим. И сюда уже сохраним эти файлы. File, Save YMap As, и сохраняем в эту папку. Также генерируем манифест, зачем это делать я уже объяснял в последующих видео. Допустим, это все, что нам нужно было, правильно? Да. Вот у нас эти файлы. Отдельно лежат. Но, как мы знаем, Rage понимает только DLC-RPF формат. Поэтому эти файлы нужно запихать в DLC-RPF и закинуть на сервер. Этим мы сейчас и займемся. Вам нужно скачать программу DLC-Creator. Ссылку я оставлю в описании. Просто качаете, и у вас, после того, как вы разархивируете, откроется такая папка с экзешником. Вы открываете экзешник, и здесь что он вас спрашивает? Здесь всегда оставляйте мап, если вы делаете маппинг. Тут DLC-Name. Название вашего DLC-RPF. Называйте, во-первых, только на английском, без кириллицы. Это А. И Б. Думайте сразу, как вы хотите назвать, потому что переименовать позже будет проблематично и, скорее всего, придет крашу. Поэтому сразу думайте, как вы хотите назвать. Я, допустим, хочу назвать туториал. Create DLC. Он спрашивает, куда мне это сохранить. Ну, давайте сохраним сюда же. Сейчас у меня слева появится. Он говорит, я создал, я молодец. Открываем. И вот у нас наш новенький DLC-RPF. Что мы с ним делаем? Повторяйте за мной. У вас уже давно намекаетесь в OpenIV. Ссылку все равно оставлю в описании. Но, опять же, если вы до этого момента не знаете, что такое OpenIV, смотрите предыдущее видео. Открывайте GTA 5. Раскрывайте вот эту папку. А потом раскрывайте Update. Открывайте 64 DLC-Packs. И здесь создайте новую папку под названием Rage MP. Теперь, зайдя в эту папку Rage MP с остальными DLC-Packs рядом, вы бросаете этот DLC-RPF. И можете вот это, в принципе, закрывать. То есть, смотрите, что мы сделали. Если мы откроем какой-нибудь Rockstar-овский патч, да, вот, патч для 19, там, 13, неважно. Мы видим, что это их иерархия. То есть, мы, по сути, сделали как Rockstar. То есть, правильно. Видите? Так просто удобнее работать с DLC-RPF. Теперь давайте разберемся, что это такое, да. Что мы тут нам насоздавалось. Это важно понимать. Начнем с того, что вот эти... Вообще, что такое RPF? RPF это архив. Это просто GTA-ный архив. Сборник файлов внутри. Это то же самое, что ZIP. Просто GTA такой использует. Что такое Setup XML? То есть, внутри тут просто важно понимать, что почему я говорил вам не переименовывать. Потому что, смотрите, если вы захотите переименовать ваш что-нибудь сейчас, вам придется заменить ими здесь, заменить ими здесь, 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 здесь. Поэтому не надо. На этом внимание не обращаем. Это все правильно. Генерируется само. Только, опять же, про наименование не переименовывайте. Content XML. Тут, по сути, он говорит, какие RPF запускать. Вот смотрите. А туториал RPF. Вот он. Туториал метадата. Вот она. И вот он дальше их и наиболит. К этому еще вернемся через минутку. Я скажу, зачем это... Что с этим делать. Но, по сути, вот это вам то, что трогать почти никогда уже не надо. Теперь мы переходим дальше до наших двух RPF. Что это такое? Они оба пустые, потому что мы пока ничего туда не положили. Теперь надо очень... Важно понять. Неважно. Это туториал метадата. Это туториал просто RPF. Не важно. То есть, создайте третий архив, имейте один архив. Игре все равно. Она читает вот эти Rage Package Files, RPF. Вне зависимости от их количества, вне зависимости от того, как вы их поделили. То есть, смотрите, о чем я говорю. Вы можете засунуть половину интерьера сюда. Вы можете засунуть половину интерьера сюда. Все равно будет работать. Или все в один. Все в другой, а второй пустой. То есть, Rage просто читает RPF. То, что внутри. А как вы их рассортировали, ему по большому счету наплевать. Соответственно, что мы делаем? Мы открываем наши какие-то изменения. Которые мы совершили. И допустим, ну то, что мы только что сделали, да? Сбрасываем их именно в тот RPF из двух, который вы хотите, чтобы у вас был. Зачем я это делаю? Поскольку вы теперь знаете, что вам не нужно 2, 3 RPF. Просто DLC Creator так создает. И разницы никакой нет. У вас может войдет вопрос. А зачем мне вот этот лишний килобайт? А зачем мне вот это путаться? Да, я хочу просто удалить. Как это сделать? Смотрите. Сначала вы действительно просто удаляете этот RPF отсюда. Если вы так продолжите и зальете на сервер, у вас будет краш. Почему? Потому что, я уже говорил, вам нужно перейти в Content.examl. И теперь, смотрите, мы удалили Tutorial Metadata. Значит, мы удаляем его отсюда. То есть, Files to Enable. Нет, он у нас больше не включен. И удаляем также от Item до Item. Вот отсюда. Tutorial Metadata. И теперь, если он дает вам сохранить, вы все сделали правильно. Если не дает, неправильно. Теперь у вас только один RPF официально. Но у вас все равно будет крашиться игра. Почему? Рассказываю. Если мы сейчас скинем этот RPF куда угодно, да? Целиком. То мы заметим, что он весит 4 килобайта. Это нехорошо. Почему? Если ваш RPF весит 5 и меньше килобайт, почему-то речь просто крашится. Тут большого объяснения нет. Просто вот платформа сделана людьми, у которых руки растут откуда и ноги. И поэтому 4 килобайта, 5 килобайт. Просто краш. Без объяснения причин. Люди думают, что вот здесь должно быть 5 килобайт. Нет. Тут можно 3-4. Главное, чтобы RPF сам весил больше 5. Что мы делаем? Да заходим там куда-нибудь, да? То есть, я, например, знаю, что если я зайду сюда, найду тут, достану один файл. Он точно, он немного весит и он точно не навредит серверу. Он не внесет никаких изменений. То есть, я просто утяжелю свой RPF. Закинув вот этот вот бред несвязный. И теперь, если мы скинем новый наш обновленный DLC RPF, который мы создали в нашем DLC паке Rage MP. Он весит 63 килобайта, как видите. Нам важно там 6 и больше, да? Но 63, в принципе, это 6 и больше. Теперь важно сказать, что, ребята, забудьте про Archive Fix. Все. С Rage 1.1 он не нужен. Больше мы не мучаемся с ним. Все, окей. Просто не нужно забить. Все. Дальше. Вот мы залили что-то очень банальное, очевидное, да? Но у вас может быть вопрос. Ну, ты научил меня, да? Закидывайся яйца на серверах. Я хочу интерьер. Ну, так давайте расскажу. Смотрите, зайдем опять же на официальный сайт Rage MP. И найдем какой-нибудь интерьер. Вот это их сайт, где у них тут интерьеры. Переходите в модификации. Интерьеры. И скачаем, допустим, мэрию. Я уже скачал. Вот архив. Откроем. И внутри у него тоже лежит DLC RPF. Заодно я вам покажу и научу вас, как из чужого DLC RPF доставать файлы, которые вам нужны. Смотрите. Не путаемся. Это наш DLC RPF. Мы заходим в последний наш туториал RPF. Закидываем сюда чужой DLC RPF. Это Town Hall. Вот это вот мэрия. И открываем здесь файлы, которые нужны. Смотрите. Что нам важно? Это чужой DLC RPF. Это чужой интерьер. Мы не знаем, как он составил этот DLC RPF. Где он там наошибался. Как он его нагенерировал. Нам это все не нравится. Мы знаем, что мы сделали правильно. Мы сделали хорошо. Значит, мы отсюда забираем все его файлы. Нас волнуют только файлы. Потому что остальное у нас правильно. И удаляем его DLC RPF. Теперь файлы, которые мы достали, мы кладем в наш правильный, хорошо созданный DLC RPF. Все. У вас здесь наши изменения в кодбокере и чужой интерьер. Или любой интерьер. Может, ваш чужой, неважно. Я просто показал на примере. Теперь, наверное, самое важное. Как же залить на сервер. Рассказываю. После того, как вы скачали, откуда я вам сказал, что я вам сказал. Это Rage 1.1. Вы заходите в Server Files. У вас такая папка. И заходите в Client Packages. Дальше вы создаете папку Game Resources. Обязательно вот такую с таким названием. В нее вы создаете папку DLC Packs. И уже вот сюда вы бросаете изменения. Уже тут вы создаете папку с названием, например, Rage Tutorial. И в нее вы бросаете нужный вам DLC RPF. Вот. Вот этот путь, запомните, он такой один. Единственное, что вот это название вы можете именовать по-русски, по-английски. В любой момент переименовывать. Здесь это не важно. Так, теперь давайте запустим наш сервер. Для этого перейдем в Server Files. Нажмем дважды на RageMP Server Exe. Он у вас напишет в конце сервер из Reddit to Accept Connection. Что, соответственно, означает, можно подключаться. Запускаем RageMP Exe. У вас открывается RageMP, соответственно. С первого раза у вас он открывается, будет открываться долго. Он там что-то качать будет. Сейчас, наверное, будет побыстрее. Давайте тогда я уже непосредственно зайду на сервер и покажу эти изменения там. Вот мы на сервере заспавнились. На F2 у меня ноу-клип. Я оставлю скрипт ноу-клипа в описании. Просто скачайте. Там написано, как установить. Давайте проверим, все ли у нас, как мы ставили. Где-то вот тут у нас, да, эти коробки. Да, вон они. Вот то, что мы и хотели. То, что мы и ставили. Что-нибудь человеческое тут должно быть. Но это же я делал. Поэтому вот тут. И теперь интерьер, который мы скачали. Он вот, да, вот тут он, City Hall Mary. Как мы видим, тоже она работает. Скачалось. Все хорошо. Тем, кто досмотрел досюда, большие молодцы. В общем, по сути видео, по сути видео, наверное, это, в общем, все. Вы научились. Единственное, для тех, кто до сих пор смотрит, у меня для вас небольшое объявление. Давайте закроем все. Вы всего научились. Тут, как вы понимаете, было не очень сложно. В чем объявление. Ребят, если вы хотите поддержать дальнейший выход роликов, или хотите просто сказать спасибо за то, чему научились, patreon.com, desertos, если хотите. То есть, тут можете прочитать под так называемые бонусы. Тут можно проголосовать в следующее видео и так далее. Если хотите. Также не забывайте заходить в мой Discord канал, где я до сих пор помогаю мапперам. Также теперь мы помогаем и кодерам. Там Lua, JavaScript, HTML, C Sharp. Пишите, поможем. Заходите, в общем. Следующее видео, скорее всего, будет уже в октябре. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Увидимся.